Господи, Сил, с нами будет, и договор разве Тебе, помощником скорых дней, имамы. Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. Есть в духовной жизни очень важное условие, без которого оно становится весьма затруднительной. На всяком корабле, который желает преодолеть расстояние по бурному житейскому морю, должно быть кормило и должен быть кормчий. От этого в нашем языке появилось такое слово «окормление». «Окормлять», «духовное кормление» — это не связано с кормлением, это именно связано с кормилом, когда за руль держится рулевой кормчий и направляет движение корабля в нужную сторону. И в практике православной церкви есть такое понятие, как духовничество. Высокое имя, высокое звание, духовник. И, конечно, мы его хоть и употребляем в просторечии, но всё-таки мы ожидаем от этого человека особых даров. Но, по сути, чтобы через него Бог тебе говорил волю Божью. Такие ожидания. Но воля Божия до человека доходит при, опять же, определенных условиях. Если человек её ищет, если человек её готов воспринять, и вообще в этих взаимоотношениях окормляемый и окормляющий, наверное, даже в первую очередь роль играет сам человек вопрошающий. Потому что Ава Дорофии говорит, если человек с желанием и верой будет искать волю Божью, то даже ребёнок сможет её ему открыть. И, конечно, важно, чтобы в жизни был духовный авторитет, который сам стремится жить жизнью по-божьему, по отцам церкви, пытается молиться, пытается идти этим путём, у которого, в свою очередь, тоже есть свой кормчий, который учится жить у него в Совете. И этот опыт он может потихонечку передать, потому что, как сказал один священник, если человек в жизни не управляется духовником, тогда он управляется дураком, который есть он сам. И очень легко запутаться, если жить без совета, если жить от ветра головы своей я. Поэтому такая практика, пусть в каком-то самом начальном этапе, она в церкви присутствует. И сначала мы, всё равно, приходя в храм, ищем с кем бы посоветоваться. И обычно на уровне душевном, разумном, находится человек, священник, с которым мы обсуждаем сначала житейские вопросы, потом какие-то начальные церковные. И постепенно, с годами, может сложиться такое доверительное общение, когда человек для тебя становится духовным авторитетом. И при возникновении каких-то сложных ситуаций выбора у тебя уже есть человек, который за тебя может Богу помолиться, который за тебя переживает, с которым ты можешь поговорить по душам. И это, конечно, очень дорогого стоит в наш век самости, такого абсолютного непослушания, безумной гордости. Важно, чтобы был якорь, и чтобы у руля был кормчий. Я очень благодарен Богу, что в моей жизни так получилось. Не знаю, почему, но когда я только пришел в церковь, ну и по сути увидел первого священника, с которым познакомились, я как-то по-простому попросил, будьте моим духовником. А он по-простому сказал, хорошо. И уже 30 лет я живу милостью Божией. Внутри церкви я знаю, что есть человек, который обо мне помнит, через которого Господь за мной приглядывает, который молится, к которому я всегда могу обратиться с советом. И всегда, когда я спрашивал какие-то серьезные вопросы, Господь через него открывал свою волю. И это настолько дорого, что прям хочется пожелать всем, чтобы в вашей жизни был духовник, был человек, который бы за вас переживал, как отец за свое чадо, который бы молился и с которым можно было бы просто по-человечески посоветоваться. Это важно. Но для этого необходимо ну какая-то зрелость или стечение обстоятельств, в которых присутствует промысел Божий. Пусть каждый корабль, который выходит из гавани, управляется добрым кормчем. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!